Поэтому у нас такой обычай, у нас не принято, чтобы муж и молодожены, чтобы сидели вместе за одним столом, ну не принято. Там, где принято, это нормально, и никто это не осуждает, пожалуйста, мы же ничего не говорим, не имеем ничего против. Вот в соседнем Дагестане это нормально, там муж и молодожены вместе сидят за одним столом. Но пускай, мы не против, мы не навязываем свои обычаи другим народам, но свои обычаи мы чтим и соблюдаем. Муслим Тумсо, салам. Подскажи, действительно быть на свадьбе отцу у собственной дочери в Чечне позор, а также ронять слезу мужскому полу позор, который требует общественного извинения, покаяния перед Рамзаном? Да и вообще, если запрещено снимать себя, кого-то на свадьбе, издайте указ, прокомментируй, пожалуйста. Салам, муслим. У меня как раз будет, иншалла, завтра утром. Я опубликую об этом ролик, я сейчас его готовлю. Так, в целом, я тебе скажу, вообще да, находиться, отец не то, что находиться на свадьбе, а самой свадьбы не бывает в доме девушки, которая уходит замуж, там не бывает свадьбы. Свадьба бывает в доме у жениха, который женится. И из дома невесты ее просто забирают. И отец невесты, он не присутствует на свадьбе в доме у жениха, то есть он там не присутствует. И это является, ну, недостойным поступком присутствовать на свадьбе. Но даже здесь, в доме отца, когда до того, как ее заберут, она ее одевает в свадебный наряд, ей должно быть стыдно как бы показываться перед отцом, то есть они не видятся ни с отцом, ни с братьями, ни с родственниками, ну, из числа мужчин, по линии там отца. Ну, не видятся, это не принято так. Это считается как бы зашкваром. И то, что сделали эти люди, стоя там рядом с дочерью, какие-то прощальные видео, там слезы и так далее, это недостойно. С этим никто не спорит. Проблема просто в том, что Кадыров не имел права вообще ничего об этом говорить, потому что он тот человек, кто первым нарушил эти устои. Тот человек, кто первый начал говорить нам про любовь по федеральным каналам на весь этот мир. Это Кадыров. Это Кадыров начал выпячивать свои чувства к своей жене. Как будто бы мы без этого жить не могли. Вот нам было так интересно знать, любит он свою жену или не любит. Романтик он или нет и прочий этот бред. А так в целом, да, надо понимать, что мы общество такое как бы строгое, консервативное. У нас есть много таких правил, нарушения которых считаются посягательством на наши устои. Жених, например, не может вместе с невестой сидеть там за столом или стоять там рядом с ней на свадьбе. Это не принято. Да, это может быть бывает так, что там аккуратно жених сидит в отдельной комнате с друзьями и там невесту туда заводят. Друзья жениха есть у нас такой обычай, не знаю, как на русском сказать. Ну, в общем, она как бы не разговаривает и ей дают деньги, чтобы она сказала там, пожелала приятного аппетита, допустим, что-то такое. Но в присутствии родственников они не могут стоять вместе или быть там в одной комнате в присутствии родственников жениха. Ну, не приняты эти вещи. Это то, что мы чтем и соблюдаем. И кому-то это может нравиться, я имею в виду, из других народов ему не нравится. Это не их дело. Это наше внутреннее дело чеченское. Мы решаем, по каким правилам, по каким обычаям мы живем. Если эти правила обычаи не противоречат шариату, то они соблюдаются. И мы держимся за них. И это не обсуждается, как бы. А то, что ты бы сказал насчет слез мужчины. Слезы мужчины есть место, где слезы мужчины не являются позором. Где наоборот это является чем-то одобряемым. Но есть те места, где это является позором. И когда твоя дочь уходит замуж, если ты стоишь там где-то, плачешь, то это очень недостойно. Можно у отца попросить руку мегот дочери напрямую? Нет, конечно. Конечно, нет. Это тоже является нарушением наших обычаев. Тот, кто хочет жениться, то есть жених. Условный, да? Потенциальный. Он не может прийти к отцу своей потенциальной супруги будущей и говорить с ним о том, чтобы он выдал ее замуж. Это не с ним, не с отцом, не с братом. Он не может говорить на эти темы. И за это можно как бы получить внос. Может даже еще хуже закончится такая история. То есть, эта сторона невесты воспримет это как оскорбление. Глубочайшее оскорбление. Если ты сам придешь туда и будешь говорить, что я бы хотел стать вашим зятем. Конечно, нет. Этого делать нельзя. Для этого существует уполномоченный, то есть представитель, вакиль, которого уполномачивают. И он идет, разговаривает с отцом. Это могут быть родственники. Это может быть просто имам села, имам мечети. Просто уважаемый человек из числа твоих родственников или твоих друзей, знакомых, соседей. И эти вопросы испокон веков таким образом у нас решаются, и они так устроены. И мы этому следуем, это чтим. И нарушать это нельзя. Может друг подойти к другу и сказать, что сестру, допустим, хочет засватать, и почему? Нет. Не может он это сказать. Более того, по чеченским обычаям это вообще считается зашкварным, зашкварным, если ты вдруг женишься там на сестре своего друга. Это очень недостойный поступок. Хотя в редких случаях подобное встречается у нас, но это в целом считается очень некрасиво. Это чеченские традиции не по исламу. Ислам не призывает полную аберрибизацию того или иного народа. Каждый народ имеет свою культуру. И они имеют полное право следовать своим анатам. Абсолютно правильно. Это чеченские традиции не по исламу. Это ложь. Как раз таки они по исламу. Ислам никого не обязывает. Ислам не обязывает жениха прийти и разговаривать со своим будущим тестем. Ислам этому не обязывает. И здесь наоборот есть возможность для маневра. Ислам дал тебе эту возможность. Используй. Тумсу Абдурахманов. Вы чеченцы недалекие и примитивные люди со своими дикими обычаями, которые еще долго будут тянуть ваш народ вглубь той дыры, в которой вы всегда находитесь. Робин Гуд Шишерутский. Мы как-нибудь сами разберемся. Тебе-то что о нас переживать? Ты думай о себе, о своем народе, о своих обычаях. Главное, чтобы у тебя было все хорошо. Мы за тебя порадуемся. А нас оставь с нашими обычаями. Мы хоть на дне, там где угодно, но будем с нашими обычаями. В каком аяте написано, что муж и жена не должны находиться вместе в процессе свадьбы? Что ты несешь? Валера Юрьев. Это ты лучше скажи, в каком аяте написано, что они должны вместе находиться? Ты знаешь, что когда нет противоречия обычая религии, то обычаю отдается предпочтение. Обычай должен соблюдаться. Это правило шариата. Если какое-либо обычай в каком-то народе, он есть, и он не противоречит шариату, то его обязательно придерживаться этому обычаю. Поэтому у нас такой обычай. У нас не принято, чтобы муж и молодожены сидели вместе за одним столом. Ну не принято. Там, где принято, это нормально, и никто это не осуждает. Пожалуйста, мы же ничего не говорим, не имеем ничего против. Вот в соседнем Дагестане это нормально. Там муж и молодожены вместе сидят за одним столом. Пускай мы не против, мы не навязываем свои обычаи другим народам. Но свои обычаи мы чтим и соблюдаем. Не лезьте просто к нам. Я же не прихожу к вам и не говорю, вы что там сидите, молодожены за одним столом. Фу. Нет, у вас это нормально, алхамдуллиллах. Сидите. Но не навязывайте нам. Шариат нам этого не навязал. Шариат не сказал обязательно, что вот муж и жена, они должны сидеть за одним столом. Нам это не говорит шариат. Поэтому мы придерживаемся своих устоев. Хага. Отец прощается с дочкой, в которую вложил всю жизнь за шквар. А друзья жениха кидают в какой-то комнате ей деньги, чтобы разболтать норма. Это не традиции, это смесь средневековья с чем-то непонятным. Вот опять приходит какой-то очень умный человек из другого какого-нибудь народа и пытается нам объяснить, что у нас что-то неправильное и мы живем как-то неправильно. Чувак, оставь это свое мнение при себе. Нам вот мне и всем чеченцам, я тебя уверяю, из глубины души наплевать на то, что ты об этом думаешь. Мы соблюдаем наши обычаи и гордимся ими. И мы не хотим их нарушать. Оставь, пожалуйста, нас в покое. Ты, если хочешь, прощайся со своей дочерью, плачь, обнимай, хочешь, вешайся. Это твои проблемы. Ну, не навязывай это нам, пожалуйста. Сможешь смысл этих достоинств сказать, допустим, два друга и один сказал, что хочет с женой его сестру и так далее. Ну, он может за это отхватить очень серьезных пенделей. Это опасные слова, я не рекомендую никому так говорить. Правда, что чеченцы, как правило, отдают дочерей только за чеченцев? Да, безусловно, это правда. Как и любые другие народы, они тоже в основном отдают, пытаются, по крайней мере, отдать за представителей своего народа. Почему не объяснишь, не разъяснишь людям, почему нельзя жениху или отцу показываться? Жениху стыдно перед родственниками невесты, что он будет с их дочерью. Это элементарная стыдливость, и она оплачает. Это элементарный обычай. Это можно объяснять по-разному, но это обычай. И его нужно соблюдать. Если не соблюдаешь, заставим соблюдать. Нет сомнений. Не греховно ли строго придерживаться адатов? Мусульмане не должны себя обязывать тем, что не обязал нас Аллах. А по твоим словам, морду можно получить, если неправильно подойти к невесте. Не греховно ли строго придерживаться адатов? Конечно, это не греховно, если эти адаты не противоречат шариату. И шариату не противоречит адат, когда жених не может прийти и с отцом говорить о невесте. Ну это же нет, тебе же, шариат же не обязывает именно жениха говорить со своим будущим тестем. Пускай отправляет людей, те, кто будут об этом говорить. В этом нет ничего греховного. Наоборот, этот человек в соответствии с теми обычаями, где он живет, он должен их соблюдать, он должен их уважать. И не приступать к этой границе. Как я уже сказал, это правило шариата. Если какой-то обычай не противоречит шариату, то этому обычаю отдается предпочтение. Его соблюдают. Плюс к этому, даже если какой-то обычай противоречит шариату, но при этом, если ты сейчас попрешь против этого, и в этом будет фитна, и это приведет к еще большей проблеме, то даже в этом случае он это оставляется. Понимаешь, даже вот если представить себе что-то другое, как, например, допустим, жениться на двоюродной сестре. Это ведь дозволяет шариат? Но в чеченском обществе это будет огромное фитна. Если кто-то решит жениться на своей двоюродной сестре, это приведет к еще большей проблеме. Это приведет к проблеме для всей его семьи, для всего его рода, для его потомства. В этом обществе, в чеченском, у них будут огромные проблемы. Поэтому ради того, чтобы избежать этой фитны, подобную вещь ладжим оставить, чтобы не создать дополнительные проблемы, которые будут еще большей бедой. Поэтому здесь надо как бы немножко включать мозги. Девушек, за кого выдали, с тем и будут жить. Рабство 21 века. А ей и сказать ничего нельзя, кроме как согласна. Нет, ее не выдают против ее воли. Как раз таки она, если она согласна, она говорит, я согласна. Если не согласна, то ее не выдают. Это тоже является условием, кстати, брака. Насильно выдавать нельзя. Шариат это регламентирует. Все пытаются, нас, вот вы заметили, что не чеченцы пытаются учить чеченцев жить, что это, короче, обычаи у нас, мол, нехорошие. Знаете, вот за нас пытаются решить. Все пытаются нас спасти. Не мусульмане пытаются нам объяснить, что у нас там рабство, что у нас там то и это. Субханаллах, почему о себе вы беспокоились бы лучше, вот таким же образом. Мы как-нибудь сами разберемся, что у нас там рабство, что не рабство. Наши женщины вроде как не жалуются. Чеченцы сами на свои обычаи тоже не жалуются. Дайте нам самим решать свои вопросы. Мы же не лезем к вам. На нее идет давление, она не хочет, но соглашается. Это я имею в виду. Типа, согласна, это страх, 21 век, пора выходить замуж за того, кого хочу, а не из-за страха. Это кто тебе об этом сказал? Тебе чеченские девушки об этом сказали? Нет никакого страха. Она, если хочет выйти замуж, она говорит, что хочет. Если не хочет, она отказывается. Какой страх? Тысячами у нас выходят замуж девушки и без страха живут счастливо. У меня в семье есть девочки, которые тоже должны будут когда-то выйти замуж. И не будет в этом никакого страха. Опять-таки, твои вопросы говорят о том, что ты вообще не из нашего общества. Ты понятия не имеешь, как у нас это устроено. Но при этом ты пытаешься нас лечить. Но мы не нуждаемся в этом лечении. Мы не больны. Полечите себя. У вас наверняка реально есть проблемы, которые требуют лечения. У нас их нет. У нас институт семьи, он очень мощный. Мы не успеваем закончить войну. 30% своего населения хороним. И буквально за какие-нибудь 10 лет мы восстанавливаемся полностью. Потому что у нас институт семьи, он жив. Он прочно существует. Допустим, я русский мусульманин, который любит чеченку, а она любит меня. У меня нет представителей, которых я могу послать к ее родне. Как нам быть тогда ведьмы оба мусульмане? Не думая, что адаты иногда противоречат шариату. Как мне добиться нашей свадьбы? Как ты думаешь? Во-первых, Роман Жуков, сам твой вопрос говорит о том, что ты, скорее всего, наверное, не мусульманин. Потому что у мусульман нет такого понятия, как мы любим друг друга. У нас так не бывает. Типа мы любим друг друга, и нет. Уважаемый наш товарищ. У нас женятся, и потом любят друг друга. Если не веришь, спроси у Кадырова. Он специалист, умеет рассказывать про любовь. Так вот, а если даже представить себе, что такая ситуация, допустим, в рамках шариата, она случилась, произошла. Например, ты живешь в нашем обществе, и тебе приглянулась, допустим, какая-то девушка, или ты познакомился с какими-то людьми, авторитетными, допустим, хорошими людьми, и ты хочешь с ними породниться. Ну, разные, в общем, бывают причины. Женится, как сказал пророк Миримус, и Аллаха, женится по четырем причинам. Это либо красота девушки, либо ее положение, то есть она из какого-то знатного рода, либо ее богатство, либо ее богобоязненность. И, допустим, ты увидел что-то из этих четырех, или ты увидел сразу все четыре фактора какой-то девушки, и ты решил к ней посвататься, то в чеченском обществе нет таких проблем, как мне некого туда послать. В чеченском обществе сразу найдутся люди, которые пойдут и будут ее сватать. Для этого есть, если уж даже предположить, что ты вообще не из этого общества, к примеру, не из чеченского общества, для этого существует имам мечети, имам села, какие-то авторитетные люди, которые готовы этот вопрос решать. Это так в теории. Но и также надо понимать, что в практике человека не из нашего общества, который вдруг откуда-то нарисуется и решит жениться на нашей девушке, и за него никто девушку не выдаст. Это тоже надо понимать. Ну что, может быть, я мало разбираюсь с религией, но шариат — это вся наша жизнь, и в шариате на все случаи жизни ответы, как правильно играть свадьбу и как сватать невесту. И да, и нет, как бы. Ты сказал отчасти правильно, но в то же время ты сравнил, знаешь, шариат с какой-то энциклопедией. Это не энциклопедия. Шариат тебе дает некие рамки, но не прописывает тебе пункты. Понимаешь, пойди там, поедь по такой-то дороге, на такой-то машине. Ну нет, такого нет. Есть некие рамки. Шариат в вопросах бракосочетания поставил такие рамки. Какие? Это обязательное присутствие четырех, то есть вали невесты, ответственные, там, опекун и так далее. Вали невесты, жених или его представитель. Понимаешь, опять, шариат сам дает тебе этот вариант. Или жених, или его представитель. Пожалуйста. И два свидетеля. Если эти четыре человека присутствуют, то брак осуществился, он состоялся. Все. Далее шариат тебе не говорит, чтобы ты там, обязательно, чтобы здесь был вот этот, а здесь был вот этот, и так далее. Этого тебе шариат, как сказал Аллах в Уране, он не сделал эту религию для нас затруднительной. Поэтому у нас есть широта выбора. Мы можем сами эти вопросы регулировать, выбирать в рамках тех правил, которые нам даны. Не нужно вот так вот узко мыслить и думать, что все там только вот так, либо ты здесь, значит, идешь вот так, а здесь нет никакой возможности, значит, для маневра. Нет. Губинский хан. Ас-саламу алейкум, Тумсо. Чеченские адаты, клянусь Аллахом, очень красивые, мусульманам близки по духу адаты друг друга. Я лично считаю, что у чеченцев одни из лучших адатов. Салам из Азербайджана. Ас-саламу ас-саламу араматаллах баракату, Губинский хан, баракаллуху фиг тебе, брат. Пусть Аллах воздаст благом и пусть Аллах объединится и ца всех мусульман на истине, уберет из наших сердец зависть и ненавидит друг друга. Саламу алейкум, Саламу алейкум, Тумсо.